МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за чрезвычайно холодной погоды в провинции Арчеш, провинции Ван на западе Армении, поверхность озера Ван частично замерзла. Температура воздуха в Арчеше ночью была минус 18 градусов, из-за чего берега озера Ван покрылись льдом. Суровые и продолжительные зимы – обычное явление в разных регионах Западной Армении, но каждое время года приносят с собой волшебные пейзажи. Бывшему депутату Национального собрания Армении участнику Карабахской войны Рустаму Гаспаряну посмертно присвоено звание Героя Арцаха. На церемонии поминования Героев войны в пятницу президент Арцаха Рейк Рутюнян вручил орден Золотой Орел членам семьи Гаспаряна. Мэрия Армавира, в свою очередь, присвоила Гаспаряну посмертное звание почетного гражданина Армавира. Церемония памяти состоялась в селе Джанфида Армавирской области. Выступая на ней, глава НКР назвал исключительным явлением то, что отец забрал с собой на войну и сына, зная, что он может погибнуть. Он уверен, что армянский народ невозможно сломить, если у него рождаются такие герои, каковым являлся легендарный командир спецотряда «Черная пантера». Как сообщает Ватикан Ньюс, папа Франциск обратился к верующим с посланием «Урби-эт-Урби» Рим-Миру, которое традиционно читают на Рождество и Пасху. В своем послании понтифик также молился за установление прочного мира в Арцахе. Папа с грустью вспомнил о военных конфликтах прошлого года, которые произошли в Арцахе, Сирии, Ираке, Гемене, Ливии, Израиле, Палестине и причинили огромные страдания многим людям. Докрепит сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины и способствовать диалогу единственному пути, ведущему к миру и к примирению, отмечает Франциск. Кроме того, он призвал мир объединиться, чтобы помочь странам, пострадавшим от конфликтов, гуманитарного кризиса и стихийных бедствий. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил об участии российской авиации в освобождении от боевиков юго-востока зоны Идлиб в Сирии. Об этом он заявил на брифинге для иностранных военных Аташе. В ответ на регулярные обстрелы террористами мирных населенных пунктов, а также на атаки позиций правительственных войск и российских военных объектов, сирийская армия при поддержке ВКС РФ была вынуждена провести операцию по освобождению от радикалов юго-восточной части зоны доэскалации Идлиб, сообщил Герасимов. В результате проведенных действий значительная часть территории вернулась под правительственный контроль. Благодаря этому в настоящий момент исключена возможность обстрелов авиабазы Хмеймим и города Алеппо. Помимо прочего, также военнослужащим удалось освободить трассу М5. Накануне Нового года фонд Ереван-Любовь-Мая организовал интерактивное мероприятие для нескольких десятков детей и семей беженцев, перемещенных из Гадрута в Армению. Об этом Армен Пресс сообщили из фонда Ереван-Любовь-Мая. Граер Гамбарян, директор фонда Ереван-Любовь-Мая, отметил, что очень важно детям, которые видели войну, и в результате оказались вынужденными переселенцами создать новогоднее чудо. Несмотря на все зло и невзгоды, некоторые они пережили, в этом году ожидания детей остаются прежними. Поэтому мы решили подбодрить их этим небольшим мероприятием и заверить, что все будет хорошо, отмечает Граер Гамбарян. В завершении праздника Дед Мороз вручил детям подарки. Следует отметить, что в первые же дни войны фонд Ереван-Любовь-Мая выступил с очередной инициативой, в рамках которой была оказана психологическая помощь детям, перемещенным из-за войны в Арцахе. Армен Тигранян родился 26 декабря 1879 года в Александрополе. 10 февраля 1950 года похоронен в Табелисе. Армянский композитор, дирижер, заслуженный деятель, искусство-основатель национальной оперы Армении. В 1902 году окончил Табелисское музыкальное училище как флейтист, занимался также теорией музыки у Николая Калиновского. Частным образом изучал композицию под руководством Макара Якомоляна. По окончанию училища вернулся в Александрополь, где организовал любительский хор, во главе которого гастролировал по Закавказью. С 1913 жил и работал в Табелисе, выступая как один из наиболее активных организаторов армянской музыкальной жизни в Грузии. Наиболее известными работами Теграняна стали две национальные оперы. Это «Ануш» 1912 года по поэме Уванеса Туманяна и «Давид Бек» 1950 года по одноименному роману «Рафи». Премьера второй состоялась всего за несколько месяцев до его смерти, была последней его работой. Среди других сочинений Теграняна – «Кантата» к 15-летию советской Армении для хора и оркестра 1936 года, танцевальная сюита для оркестра 1946 года, фортепианы и хоровые произведения, песни на стихи Аветика Исаакяна, театральная музыка. Тегранян также перевел на армянский язык ряд «Либретто», в том числе к операм «Кармен» и «Регалетто». Именем Теграняна названы улицы и музыкальные школы в Ереване, Гюмри, а в Гюмри есть даже дом-музей. Армен Тегранян похоронен на центральном кладбище Еревана, более известном как Тохмахское кладбище. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Мурадян». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром! Субтитры создавал DimaTorzok